Вот этого большого архитектурного фотоаппарата, маленького, который есть у каждого, да, ну не такой, может быть, чуть-чуть другой, но смысл в том, что, ну, изменяется расстояние от окульса до матрицы, да, свет в другую геометрию и другие смыслы приобретает, и кроме того, это устройство фиксации, то, что у нас есть, Самая дивная картина, которую я видел в связи с этим, это туристы в пантеоне, которые все стоят вот в одной и той же позе, вот так вот, они стоят с фотоаппаратами и фотографируют своим вот этим вот окульсом тот окульс. Вот такая вот коммуникация через тысячу лет. Еще, значит, то, что имеет отношение к контексту расширения визуальной реальности, это эпоха освоения ранее неведанных пространств, да, эпоха великих географических открытий. Вот это, этого автора я уже показывал на предыдущих лекциях, это нюрнбергский просветитель Хартман Шеннель, который вот нюрнбергские хроники издал, И это вот карты мира в его исполнении. Ну, она такая мифологическая, она еще не на географических открытиях основанная, так, на какой-то не очень значительной эмпирике, такой вот, связанной с близкими путешествиями, А в основном тут важны мифологические подробности. Вот три персонажа вокруг карты, это, так сказать, отцы, основатели человечества, сыновья Ноя, Сим, Храм и Иофет. И даже вот тут некоторые подробности о всяких диковинах, которые, значит, там в дальних землях встречаются. И это 1495 год. Это тот год, в который Христофор Колумб уже завершает свою, по-моему, первую как раз экспедицию, да? Вот проходит век или чуть больше, и картография вот обитаемого мира, она уже вот такая. Там есть какие-то не очень прочеркнутые области, не очень видимые, но в остальном мы, в общем, уже видим практически то, что есть сейчас. Это уж касается старого и нового света, да? Вот света, по-русски это одно слово, да? Мира и света, в смысле света. Разрастается инструментарий, с помощью которых расширяется видимое пространство, область видимого, да? Вот эта гравюра примерно отбежа 18-го, там, начала 19-го века, вот уже такой вот арсенал, да? Ну, это там, малая толика того, чем располагает человечество для наблюдения, фиксации, описания вот этих вот ранее невидимых пространств. А в 19-м веке вот это уже там вот такой сложности прибора. Значит, это только для астрономических наблюдений. Там можно было бы этот ряд расширить и показать, что сопровождает проникновение в микромир. Кроме того, значит, вот фотоаппарат, про который мы думаем, что он появился в 19-м веке, значит, появляется он фактически гораздо раньше, как только появляются камеры-обскуры, а это даже не 18-й век, когда сделана эта гравюра, а гораздо раньше, но 18-й век это уже использование камеры-обскуры в качестве фотоаппарата. Вот только роль цифровой матрицы или пленки ранее, да, исполняет сам человек. Вот мы видим, человек сидит и зарисовывает на... Там внутри это призма, которая дает отражение, и это отражение зарисовывается. Ну вот были такие камеры, были маленькие совсем, такие шпионские, и были гигантские, вот размером с половину этой комнаты, с помощью которых снимали большие городские виды. И залы, и даже огромные акварели. Залы, интерьеры, экстерьерные виды. Ну вот, там, известная история про Михаила Махаева, который делал виды Петербурга в середине 18-го века, и ему специальную такую инвергенцию выдали, значит, он имел право перемещаться вот с этим сооружением по городу. Привлекал к себе много интереса. Вот это уже, ну вот, там, конец 19-го века, вот камера-обскура в качестве такого аттракциона развлекала. Тоже, значит, видно, как все это устроено. Вот, ну, все-таки вернемся, значит, к истории изобразительного искусства, и говорим о том, как в связи с изменением понимания света, освещения, да, расширялась область видимого, и многие табуированные территории становились освещенными и видными. Вот, хочу начать разговор с Караваджо, значит, понятно, что это все еще до обозначенного там названия Эвермеера, но это принципиально важно для нас, потому что как раз Караваджо, так сказать, первый, можно сказать, революционер в области света. Ну, мы знаем, знаем хорошо Караваджо вот по таким его работам, там, разные люкнисты с виноградами, да, значит, но даже здесь мы видим уже совершенно какой-то особый характер пластики в связи с каким-то иным типом освещения, чем это было, ну, у его же соотечественных итальянцев, там, разных итальянских школ, до того, вдруг начинается какое-то, ну, более или менее реалистическое моделирование. При этом мы видим, что, ага, вот более или менее уже осмысленно Караваджо начинает работать с источником света, там уже есть источник света, вот, мы видим, по полосе света сверху, и типичный для Караваджо затемненный мис, ну, тут есть еще все эти оптические прихваты в стекло, это еще, так сказать, малые голландцы еще не родились, а вот у Караваджо там уже ничего-то видно, да, вот оптика стекла, воды, все эти радости, значит, они становятся уже самостоятельными задачами оптическими. Ну, это сюжеты такие, как бы, более или менее светские, а, конечно, заказывают чаще мифологические, библейские, евангельские сюжеты. Вот тут мы видим, как Караваджо работает, ну, практически как кинематографист. Значит, неизвестно, как он работал со светом реально, но мы можем предполагать, что свет, в основном, у Караваджо свет естественный, ну, то есть, уличный, но канализованный, в отличие от света, который мы можем видеть, ну, например, там, Леонардо да Винчи или, там, еще раньше, у Джованни Беллини, например, да, вот ровный свет, он так, как-то себе, ровно падает с небес, а у Караваджо впервые появляется, так сказать, жестко канализованный, причем практически горизонтальный свет. И с помощью этого горизонтального света очень удобно работать, потому что можно выхватить персонажей, можно кого-то увести в темноту, и вот, Караваджо работает на границе света и темноты. И тут уже даже никакие там не падающие тени, которые, в общем, да, они только есть, но не они важны, важны именно тональные контрасты. Но для чего они нужны? Они нужны для драматического построения. Значит, тут ничего табуированного вроде нет, все, сакральный сюжет, но тем не менее есть и иерархии, да, вот Святой Иосиф, значит, он, ну, как сказали бы на киноконкурсе, значит, герой второго плана, да. Вот он реально на втором плане, но не просто на втором плане, потому что, если вы помните предыдущую лекцию, даже мы об этом говорили, о том, что планы, скажем, у Джотто спрессовываются, да, там, герои заднего плана, они так же хорошо проектованы, как иерейки. Ну, темнота, вот, она, как бы, друг Караватчо. И он уводит туда то, чего не нужно показывать. Ну, вот еще пример, значит, таких сакрального изображения. А вот вполне светский сюжет, и вот он уже интересен. Тут нет такой темноты, но тут есть выход на тему невидимого и отчасти табулированного, социально табулированного, тема картины «Гадалка», да, значит, вот тут молодой человек, и, ну, «Гадалка» гадает. Ну, «Гадалка» в данном случае – это и есть визуализатор, это вот тот самый ресурс невидимого, потому что она ему рассказывает то, что он не может увидеть, да? Вот, поэтому есть, мне, как бы, нащупывание тены видимого-невидимого не оптическими средствами. Ну, какая-то оптика, понятное дело, есть, вполне караваджицкая, но она не так драматична, как в других работах, значит, здесь есть такой, как бы, киношный подход, но, надо сказать, что караваджи не сильно развивает этот подход. Ну, вот мальчик, который там чистит лимон или что-то он там чистит, ну, то есть, проникает внутрь, тоже, тоже, как и тема, визуализации невидимого, такая, как бы, не бытовая, не сократная. А вот это вот любопытная работа, такая типичная караваджиевская, даже можно назвать караваджиевским концептом оптическим, да? Вот это вот отношение темноты и света, это вот то, почему мы узнаем безошибочный караваджиев. Но, надо сказать, что вот все непросто, непросто сел караваджи раз и написал этого амура. Нет, он сначала добросовестно начал писать там сзади всяких каких-то аллегорических персонажей, таких животных, пицц, вот. А то он посмотрел, все это замазал, да? И рентгенограмма показывает, что они там есть, под этим черным фоном, там есть колодительные персонажи, но он, так сказать, имея понимание художественной задачи и вкуса, их замазывает, то есть делает невидимым. Ну, а это уже такая совершенно киношная такая работа, да? Вот написание драматического сюжета вот с средствами света. Ну, понятно, что наиболее ярко выключен Христос. Да, видны вот эти вот самые, ребята, исполнители, рядовые исполнители. Ну, конечно, самые темные, мрачные персонажи, вы не видели, но он уведен в темноту, начальство, да?